Здравствуйте, меня зовут Константин Михайлов, и я хочу улучшить минуту вашего времени, чтобы поговорить о нашем Спасителе. Я имею ввиду, конечно, Гарри Поттера. Ну, может быть, Гарри Поттер и не совсем наш с вами Спаситель, хотя кое-кого в книжках и фильмах он действительно спас. Но мне кажется, что разобраться в Поттериане через призму религиоведния, культурологии очень интересное дело. А я как раз религиовед, историк культуры, лектор замечательного проекта Level One. И я думаю, что сегодня при помощи Гарри и его друзей, при помощи всего, что с ними связано, мы попробуем посмотреть на некоторые важные религиозные процессы, происходящие, на самом деле, не только в книжках, но и за их притях. Знаете, совсем недавно, несколько дней тому назад, буквально, мне в руки попалась случайно статистика продаж российского книжного рынка. И что же вы думаете? В части детской литературы книжки про Гарри Поттера все еще занимают первые места. Прошло уже не одно десятилетие до сих пор, как Роулинг выпустила первую книжку про Поттера, да, Гарри Поттер и философский камень. Но все еще книжки эти продаются, как горячие пирожки. Они стали культурным кодом для целого поколения. Их освещают огромное количество самых разных тем, от расизма до школьного буллинга, от первых подростковых влюбленностей до политических споров. Там все, как кажется, есть, а вот с религией, с религией там происходят такие достаточно любопытные вещи. Слушатели постарше и мои ровесники помнят, конечно, что когда только-только вышли первые книжки про Гарри Поттера, особенно первые взлетевшие в философский камень, как раз велась довольно большая религиозная дискуссия о Патриаре. И так протестанты, фундаменталисты, некоторые католики, некоторые православные говорили, что эти книжки сплошь сатанизм, колдовство уже за безобразие. Там кто-то сжигал даже книжки про Гарри Поттера. Другие, напротив, довольно быстро начали писать о том, что при помощи Гарри Поттера мы можем объяснить какие-то важные религиозные истины. Сейчас развернулась такая большая дискуссия. Тоже по-своему интересно. Я не буду сегодня много об этом говорить, не так для нас с вами важно, потому что во многом быльем поросло, и в наши дни для такого рода дискуссии о Патриаре особенно никто уже не ведет. Но я хочу понять, что происходит с религией внутри Патриаре. Ладно, что реальные верующие думают о Гарри Поттере. Это более-менее понятно. А что думают о религии герои Патриаре? И какие религиозные коды вложены в текст авторам Патриаре? Попробуем вникнуть в эти вопросы. Дети, когда они читают Патриаре, конечно, не обращают на это внимания. Когда мы читаем их как взрослые люди, или смотрим фильмы как взрослые люди, мы легко можем заметить, что герои Патриаре, как бы сказать, подчеркнуто не религиозно. Это, между прочим, достаточно необычный поворот в том смысле, что мир, в котором они росли, растут, что большинство главных героев дети продолжают расти, мир, в котором они растут, в общем, в действительности, был еще достаточно сильно пронизан на религии. Большинство главных героев нашего текста – это дети, родившиеся где-то в 70-х, в начале 80-х годов, и растущие, идущие в школу, в Хогартс, где-то в первой половине 90-х, условно говоря. Тупая продолжительная серия романов. Ну, где-то в 91-м году, условно, как принято считать, Гарри Поттер идет на первый курс Хогартса. Если мы смотрим на реальных детей этого времени – в Англии, Шотландии, Уэллсе, Ирландии, в тех местах, откуда происходят в основном герои Патриары, мы, естественно, видим, что большинство этих детей будут христианами. Настоящие дети, родившиеся в 70-х, 80-х годах, очень часто в Англии еще получали какое-то религиозное образование. Ну, мы можем, конечно, сказать, что дети из магических семей, они существуют в каком-то параллельном пространстве. Допустим, пока что это так, но ведь есть очень много детишек из семи маглов, которые до 11 лет должны были уже там сходить в церковь, спросить у своих родителей, есть ли Бог, получить какие-то ответы на этот счет. И в общем, действительно, мы видим, что, по крайней мере, некоторые религиозные обряды, по-видимому, иногда предполагаются. Так скажем, мы с очевидностью можем догадаться, что Гарри Поттер был крещен. Нам нигде не говорится этого премного, но нам говорится, что у него есть крестный отец. Крестные отцы, как мы понимаем, возникают при крещении. Однако никаких других религиозных обрядов, в которых участвовал бы Гарри, или кто бы ни был из его друзей, мы, в общем и целом, не находим. А что с религией в самом Холкарте? Ну, мы понимаем, что в настоящих английских, шотландских, старых учебных заведениях, университетах, школах, как правило, достаточно живая религиозная жизнь. Там есть капелланы, там есть часовни, иногда даже целые церкви, большие храмы. Некоторые старые английские университеты, такие как Кембридж и Лексфорд, начинались как богословские центры. Естественно, религия там с самого начала всегда была сильно представлена. В Хогварте это не так. Мы ничего не узнаем совершенно про хогвартскую часовню, хотя в таком огромном замке часовня вполне могла бы затесаться, как мы понимаем. Мы очень мало что узнаем про религиозные традиции вообще. Правда, мы видим, что в Хогварте как-то отмечают Рождество и как-то отмечают Пасху. Но пока не менее в том смысле, что на это время устраиваются каникулы для школьников, но никакого религиозного аспекта в этом праздновании по виде умы нет. Особенно подробно рассказывается про Рождество. Рождество каждый раз описывает абсолютно секулярный, абсолютно светский праздник, хотя вроде бы действительно Рождество. Пару раз мы видим, что Гарри участвует в каких-то, скажем, не связанных с ним, но связанных с окружающими религиозных ритуалов. В конце шестой части Гарри участвует в похоронах, в начале седьмой части Гарри участвует в бракосочетании. Да, он оба раза смотрит на обряды достаточно подробно, хотя Роулинг, к сожалению, описывает их очень лапидарно, там буквально отдельными фразами. Конечно, до какой-то степени простота этих обрядов может объясняться религиозными взглядами самой Джоанру. Она говорила в интервью о том, что она могла испытывать какие-то сомнения, что она, когда ее спросили, верит ли она в Бога, она как-то рассказала, что я думаю, что верю. То есть не сто процентов верю. Но тем не менее она определяет себя как христианку. У нее в семье есть достаточно активные, по-видимому, христиане. Связана она в первую очередь с пресвитерианской церковью Шотландии. Почему это важно? Дело в том, что пресвитериане – это одна из ветвей реформатской протестантской традиции, кальвинизма, как часто в русскоязычной культуре говорится. И пресвитерианская шотландская церковь – церковь, которая не очень ценит пышные большие ритуалы. У пресвитериан, как правило, не бывает супербольших, богатых соборов. И совершенно необязательно устраивать в церквях какие-то важные обряды. Венчание, с точки зрения пресвитерианской традиции, совершенно спокойно может провести любой практически член общины. В 19 веке было даже популярно, когда в Шотландии браки устраивали кузнецы, например, а не пасторы. Прощание спокойно тоже может происходить в такой, ну, не церковной, условно говоря, обстановке. Там может, как правило, будет присутствовать какое-то священное условие. Но, опять-таки, этот священный условитель часто не будет выглядеть, как какой-то такой классический священник в нашем представлении. Он будет достаточно светский, на первых взгляд, одетым человеком. Вести у себя он тоже может быть достаточно светский, хотя будет, да, вполне себе там выбранным пресвитерианским пастором. До какой-то степени эта вот привычка рулинг, определенная шотландская религиозная традиция, может быть, до какой-то степени подталкивает ее к описанию той религиозной реальности, которую мы видим в подразделении. Самые прямые религиозные отсылки во всей серии мы встречаем в седьмой части, в седьмом романе. И в первую очередь мы еще будем к седьмому роману несколько раз сегодня обращаться. Это самое важное для понимания религиозного контекста Патериана, безусловно. Но самое очевидное, что мы встречаем там две прямых цитаты из Нового Завета. Они не обозначаются, насколько я помню, в романе, как цитаты из Нового Завета. Тем не менее, ну, совершенно очевидно они, они там приводятся точно по тексту, их совсем несложно опознать. И та, и другая цитаты встречаются нам на могилах на кладбище. Первая на могиле родителей. Гарри, где, говорится так, последний уже враг истребится смерть. То есть смерть последнего. Это первая. Значит, вторая цитата, там уже недалеко, на могиле семьи Дамблдора, где, говорится так, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Первая фраза, это из послания Коринфянам апостола Павла. Вторая, прямо из Евангелия, это из Евангелия от Матфея. Вот по существу и всё. Других прямых религиозных, в чистом виде отсылок, в Патриане мы практически не находим. Что тем более любопытно, что отсылок другого рода мы находим очень много. Ну, в первую очередь, естественно, в Патриане миллион отсылок, связанных с английской мировой литературой. Да, о чём и отсылки. Иногда они могут быть совсем маленькие, иногда побольше. Очень много отсылок к Диккенсу. Очень много отсылок к классическим там викторианским романам про учёбу в школе разного рода. Иногда отсылки к крошечной, как такие, знаете, ну что называется, пасхальное яйцо для внимательного читателя. Ну, скажем там, кошку завхоза в Хогвардсе, да, зовут Миссис Норрис. А Миссис Норрис, это имя персонажа Джейн Остин из Мэйнсфилд Парк. Да, Роллинг любит английскую литературу и усынащает довольно обильно свой текст какими-то намёками. Кстати говоря, конечно, здесь есть и довольно большой блок средневековых отсылок. Все эти Василисские, Мандрагоры, алхимические реторты и кубы и прочее. И это всё, конечно, очень сильно отсылает нас к таким популяризированным в массовой культуре образом средневеков. Мы сегодня на этом останавливаться не будем, это самостоятельная большая тема, не такая важная для нашего сегодняшнего расстояния. Ну, к счастью, если вам интересны все эти средневековые реалии, вообще как люди жили, думали, как они воспринимали действительность средневека, вы можете записаться на Левел Вановский курс по истории средневековья. Несколько лекций, 7 вебинаров, всё онлайн, естественно, 7 вебинаров, чаты, в которых можно задавать вопросы, масса дополнительных материалов, всё это вы легко найдёте на сайте Левел Ванов. Я тоже там читаю одну из лекций про средневековое мышление, про средневековую историю, про религиозные поиски и так далее и тому подобное. Приходите, это интересная тема. И не забудьте, что можно не только записаться и получить доступ к вебинарам, чатам, дополнительным материалам, но и сделать с некоторой скидкой в описании. Вы легко найдёте ссылку, промокод, поттертьюб, вбиваете его на сайте Левел Ванов и 30% скидки никогда ещё никому, мне кажется, не мешали. Присоединяйтесь, будем разбираться вместе. А пока это всё отдельная тема, пока возвращаемся к Патериане, которая нас сегодня волнует. Иногда упоминаются даже действительно конкретные персонажи. В первом томе, в «Гарри Поттера и философский камень» мы не только встречаем, собственно, философский камень, который, естественно, представляет и классическую средневековую алхимическую легенду, ну и встречаем упоминания имени Николя Фламеля. Николя Фламель – это один из самых известных реальных персонажей в истории алхимии. Это человек, про которого очень много рассказывали, что он действительно нашёл философский камень. И более того, Николя Фламель – это реальное историческое лицо. Это настоящий француз, живший в позднем Средневековье в Париже. Правда, настоящий Фламель, по-видимому, не был алхимиком, но история об его алхимических занятиях сложилась очень рано. К 16 веку их довольно активно, по-видимому, рассказывали. Роулинг, естественно, хорошо это знает и сознательно вставляет его в тех, наверное, всё, что касается разного рода вещей, связанных с прорицанием. Роулинг описывает, как правило, за редкими исключениями, в таком достаточно юмористическом ключе, но используя при этом, тем не менее, настоящие понятия, образы, термы, которые связаны с разного рода предсказательными искусствами. То есть, в принципе, отсылок к какой-то, условно говоря, интеллектуально-духовной традиции у Роулинг много. Но с религией ситуация, как мы видим, чуть немножко другая. Вообще, мы видим, что Роулинг, она не только снабжает текст большим количеством отсылок, она прорабатывает свой мир с фантастической детализацией. Мы знаем, что волшебники едят, что они носят, мы знаем их финансовую систему и как работает их финансовая система, и сколько стоят товары в магазинах, в некоторых случаях. Мы знаем, как устроено министерство, мы знаем, как устроено судопроизводство, места с судопроизводством, с Веземгамотом, такие самые, наверное, Диккенсовские места романов, к холодному дому отсылающие и так далее. Мы знаем сеттинг Патриана, пространство, мир Патриана с феноменальной, зачастую доскональной детализацией. Вообщем, во многом за это мы его часто и любим. Да, это то, что в нем очень сильно подкупает читателя и зрителя, я думаю, тоже. Но при этом мы почему-то почти ничего не слышим о религии. Это потому, что все волшебники атеисты? Да нет, поочевидно, это не вполне так. А почему? Ну, в первую очередь, тут можно сказать, что, видимо, дело в том, что Роулинг полагает, что в том контексте, в котором он пишет романы, в том временном промежутке, в котором он пишет романы, прямые отсылки к религии не совсем уместны. Впрочем, не совсем уместны не по тем причинам, по которым они показали бы не совсем уместным более ранним авторам. Тут очень хорошо сравнить Роулинг с еще одним классическим английским писателем, тоже написавшим, да, большой в нашей нескорей, восприятия, как детский текст, с Толкиным, конечно же. Толкиновский текст, как и текст Роулинг, ну, или хронологический наоборот, да, как бы текст Роулинг, как и текст Толкина, если я бы сказал сказать, Толкиновский текст тоже необыкновенно тщательно детализирует. Мы знаем, что люди едят, мы знаем, какая фаза Луны в каждый конкретный момент действий, и Толкин, известно, тщательно это дело рассчитывает. Мы представляем себе в мельчайших деталях географию этого мира. Мы представляем себе сейчас, как они одеваются, как они сражаются, как устроены их города. Мы, в общем, довольно очень хорошо знаем какие-то вещи, связанные с языками. То, что в первую очередь вспоминается, когда думаешь о Толкиновской проработке сеттингов. Конечно, что он тщательно продумывал все те языки, на которых говорят его герои. То есть сеттинг прописан суперфундаментально. Но опять-таки, как Роулинг, в этом пространстве совершенно нету религии. Когда мы открываем Властелиноколец, сейчас говорим на Властелиноколец. Когда мы открываем Властелиноколец, мы обнаружили, что в трех толстых домах герои ни разу не молятся, ни разу не заходят ни в какую церковь, в часовню, и даже не видят никакой церкви или часовни в своих многочисленных путешествиях. Хотя вот там оказались, а не знаю, там в Минастерите. Ну так и тянет, спросили, где здесь кафедральный собор Минастеринский. Но почему-то его при этом совершенно, совершенно нету. Толкин сознательно выводит этот закат, при том, что дополнительно странно это выглядит, поскольку перед нами сеттинг выполнен в таких средневековых тонах. Бог с ней с Англии 1980-х годов. Это все-таки конец 20-го века, довольно секулярное уже общество. Но в средневековом мире мы ожидаем увидеть верующих людей, монахов, священников и так далее. Толкин, во-первых, великолепный специалист по средневековой литературе, во-вторых, сам глубоко верующий, благочестивый католик, естественно, отлично знал это, прекрасно это понимал, но тем не менее очень старательно обошел эту религиозную тему в своем тексте. И обошелся это совершенно сознательно. Почему? По всей видимости, в значительной степени. Потому что, во-первых, он считал, что это чрезмерно, что это не нужно, что в таком аллегорическом, приключенческом, немножко философском, немножко развлекательном тексте, религия будет не кстати, поскольку религия слишком высокая, слишком большая тема для такого как бы не самого значительного текста. Мы еще в других своих текстах, не предназначенных для широкой публикации, Толкин вполне всегда обращался к религиозной проблематике. Если мы открываем Сильмариллиан, мы видим, что там в этом же самом мире происходящем, там религий очень много. Там прямо действуют местные божества, там совершаются какие-то удивительные антологические процессы, там описывается творение мира, более того, при чтении там комментариев, дополнений, Сильмариллиан, мы понимаем, что на самом деле во Властелине колец и некоторое присутствие этого есть. Гэндальф, например, не человек, а некая сверхъестественная сила такого полубожественного рода, но во Властелине колеца прямо этого никогда не говорит. Так вот, чуть-чуть намеком, мы понимаем, что Гэндальф, по всей видимости, там умирает и воскресает. Но детально нам этого нигде не говорится, и мы только при обращении к каким-то дополнениям можем в полной мере восстановить, что там произошло. Во-первых, это действительно, видимо, связано с тем, что Толкин читал, что как бы, ну, религия это слишком большая тема. С другой стороны, потому что, как он сам в какой-то момент говорил, мир Средиземья это мир до прихода Спасителя. Это мир, которым как бы божественное в христианском смысле еще не развернулось до конца. Должно еще случить и Толкин осторожно вследствие этого тоже не затрагивает эти будущие для его мира религиозные эти. Таким образом, умолтяне Толкин, условно говоря, выстроено вокруг его благочестия, вокруг его очень искреннего и очень невдумчивого отношения к католической традиции. С Роулинг ситуация, как мы понимаем, по-видимому, другая. С чем связана эта разница? Толкин пишет в середине 20 века в период, когда для английского читателя, понятно, что и Толкин, и Роулинг, они ведь, когда писали свои первые тексты, они не ожидали, что они окажутся мировыми популярными авторами, они предназначали их для английских читателей. Конечно. Когда Толкин писал свои тексты, он предполагал, что его читатели, это люди, которые имеют некоторый христиан, как правило, религиозный опыт, которые прошли часто какую-то минимальную христианскую религиозную, школьную подготовку, которые вполне привычны и к прямой христианской проповеди в художественном тексте, и к каким-то завуалированным, более тонким к ней подходам. И действительно, надо сказать, что у поколения детей эпохи читателей Толкина христианские образы в литературе были чем-то таким самоочивленным. Ярчайший пример здесь проповедливости, это тексты ближайшего друга Толкина, Клайва Льюиса, который написал в самой известной хронике Нарнии. Хроники Нарнии, я даже не могу сказать, что в хрониках Нарнии есть отсылки к христианству. Хроники Нарнии, потому что христианский текст, проповедливости, с самого начала до самого конца, местами представляющий такой просто детский пересказ Евангелия в некоторой перелицованной форме. Особенно это заметно в текстах типа «Последние битвы», в конце серии, но и в даже самых ранних вещах это уже бросается в глаза. В льве колдуньи и плотяном шкафу, например, мы видим умирающего и воскресающего асана, оплаканного девами. Это такая прямая отсылка к христианскому, только можно себе вообразить. Да и ничего, тогда это считалось темно абсолютно нормальным, абсолютно естественным. Роулинг пишет в конце 20 века и, естественно, она пишет уже для совершенно другого общества. Она не может этого не учиться. Она, конечно, тоже пишет для английских детей, но Роулинг прекрасно понимает, что английские дети, для которых она пишет, могут оказаться не только англиканами или пресвитерианами или католиками, но они могут оказаться и иудеями, и индуистами, и мусульманами. Но, конечно, очень важно и очень вероятно, они могут оказаться просто неверующими. Во времена Толкина большая часть его читателей были христианами в той или иной степени. Англия, в общем, была преимущественно верующей страной. И, да, там были небольшие религиозные меньшинства, те же индуистские, например, или иудейские, но они были очень небольшие. В нашей ситуации другая, и в первую очередь другая из-за низкой религиозности. В Британии в стране младше 25 лет неверующих людей больше, чем верующих, с какой бы то ни было конфизией. Естественно, что когда Роулинг пишет свои тексты, она не может не учитывать этого соображения и она прекрасно понимает, что откровенная религиозная пробовать может не только ей самой не очень интересно, она не Льюис, не Толкин, богозловие не ее ультимативное занятие. Различие эпох на уровне этики, различие эпох на уровне конкретики. Когда Роулинг описывает нам школу английскую начала 90-х, она не может описать ее, как, знаете, в дитерсовском духе протестантское сообщество одинаковых мальчиков или одинаковых девочек. Она, естественно, описывает ее как нормальную школу эпохи, где встречаются дети разного происхождения. Роулинг может избегать отсылок к христианству прямых, но христианство проникает в текст Роулинг на уровне ключевой его метафоры. Или нет? Вот тут любопытный момент, потому что, как мы видим, Роулинг находится под воздействием двух, наверное, разных религиозных традиций. Давайте разберемся в этом по этапу. Главная центральная метафора роулинговского текста с религиозной, с религиозной точки зрения это метафора избранничества, избранного, который совершает некоторая идея. Сама идея избранничества и предназначения естественно одна из самых классических мировых религиозных традиций. Мы легко можем найти ее в политеистической языческой древности. Гераклу предначертано совершать какие-то хорошие определенные дела, подвиги и так далее. Или наоборот Эдипу предначертано совершать очень дурные дела, но тем не менее тоже этот момент предначертания. Избранничество может касаться одного человека, избранничество может касаться целого народа, большой группы людей. Самые классические понимаются естественно иудаизм с идеей избранного народа, которому предначертано некоторая общая судьба, за каком заключил завет, договор со Всевышним и так далее. Но та же метафора избранного народа может встречаться и в других ситуациях и с другими группами. Скажем, кальвинисты не народ, но религиозные группы часто ассоциировали с собой вот эту идею особого избранничества. Скажем, в России, как все мы с вами знаем, есть довольно важные культурные темы, существующие довольно давно, особого пути и особого предназначения, предночертания в мировой истории. В общем, мы видим это и в христианстве. Там тоже есть свой избранный, там тоже есть, естественно, Иисус Христос. Правда, с христианством ситуация более сложная, потому что из-за вот этого парадокса христианского, связанного со Святой Троицей и с тем, что Иисус это Бог, не только Сын Божий, он не как Геракл, Сын Бога, он часть и одновременно сущность и все прочее. Божественность, не буду выдаваться в богословские тонкости, ипостаси и прочего, это совершенно не важно. Главное, что он Бог. Вследствие этого Иисус, он как бы сказать, он тот, кто предсказывает, но он и тот, кто посылает предсказания. Ветхозаветные пророки предсказывают с точки нехристианской, естественно, не иудейской. Христианские традиции ветхозаветные пророки предсказывают приход Спасителя, но они предсказывают благодаря тому, что их вдохновляет на этапах. А Иисус, это и есть тот же самый Бог. Цикл своего рода, замкнутая история самопредсказания. Но, тем не менее, предсказания все равно есть, Иисус все равно является, Он совершает то, что было предначерто, Он спасает нас всех и так далее. В нем, несмотря на некоторые отличия от менее сложных языческих других сюжетов, все равно глобально мы видим ту же самую механику мифа в истории про Иисуса. В современной массовой культуре идея избранничества, предначертания, спасения всех в одиночку, это тоже достаточно важная и достаточно массовая тема. В прошлых видео на нашем канале, некоторые из вас наверное видели, а кто не видели, могут посмотреть, я разбирал в контексте Звездных войн образ Энакина Скайуокера немножко, в контексте Дюны Пола, или, если вам больше нравится, классический русский период Пауля от Рейдеса, они тоже такие классические, конеческие, избранные, изменяющие мир вокруг себя. Я не буду к ним сегодня много возвращаться, потому что я о них уже говорил раньше, но тем не менее, в принципе, они тоже могли бы до какой-то степени иллюстрировать мои сегодняшние рассуждения. И как только мы начинаем сравнивать Патриану с другими текстами такого же рода, мы тут же обнаруживаем, что Гарри Поттер представляет собой избранного определенного исторического периода, определенного поколения. Понятно, что самая идея этого избранничества, предназначения, это идея, которая в современной литературе испытывает с одной стороны очень-очень сильное влияние древних мифологических сюжетов, классических, а с другой стороны довольно сильное влияние к литературе эпохи романтизма с их одинокими героями, непонятными и так далее конца 18-19 столетия. Тем не менее, мы видим, что для текстов конца 19-го, первой половины, середины 20-го века, которые только начинали разрабатывать эту тему избранничества и всего, что с этим связано, достаточно часто оказываются характерны люди, персонажи, герои, которые спасают нас всех, но они спасают нас всех совсем не так, как это делает Гарри Поттер и совсем не так, как это делает Нео. Ну вот, очень хороший пример здесь дает тот же самый толкиновский Фродо, да? Фродо спасает нас всех, но он не избран, он не предназначен для этого спасения и он не может справиться с ним даже в полной мере один. Ну, даже дело не в том, что у него должны быть друзья и помощники, это нормальный мифологический сюжет, у всех, даже у Геракла были друзья и помощники, они есть и у Нео, они есть и у Гарри Поттера, само собой разумеется, да, и понятно, что у Фродо они тоже должны, но важно, что Фродо не просто не может справиться с Англией, он вообще, в общем, в целом, до конца справиться не может, доходя до Ародруина, он не может сам сделать то, ради чего он туда притащился, бог знает откуда, да, и нужна помощь горлома движимого своими собственными страстями, и Сэма, который единственный, безукорезненно, выполняет свой долг, для того, чтобы все-таки, в конечном счете, Средиземье было спичено. Толкин, как кажется, вполне мог бы использовать более очевидного героя для спасения мира, и если бы Властелин колец был настоящей, средневековой, английской поэмой, и если бы, с другой стороны, Властелин колец был более поздним произведением, созданным там в 80-х, 90-х годах в 20-м веке, с очень большой вероятностью, главным, ключевым героем, спасителем, и так далее, оказался бы не Фродо, а Арагор. Он воплощение Ратора, король былого и грядущего, он герой предсказаний, он, Арагор, он наиболее похож на избранных, да, из всех героев Властелина колец, но Арагор не спасает. Он участвует в этом косвенно, но прям и нет, он не может спасти, он может командовать войсками на Пеленорском поле, это он может, спасти мир он не может, а спасти мир может кто? А спасти мир может не Арагор, не Гэндальс с его божественными магическими способностями, спасти мир может простой парень, это очень важно для толканного момента, простой, даже смешной человек, получеловечек, полукролик с волосатыми ногами, от вершка, значит, горшка от вершка и все прочее, совершенно, на первый взгляд, незначительный, который, однако, что очень важно, сам берет на себя функцию спасителя мира, не потому, что это предначертано, предназначенное, напророченное и так далее, а потому, что он просто считает, что он должен так поступить, потому, что он порядочный человек, вот эта идея простого человека, который спасает мир вокруг нас, это достаточно важно, и мы можем найти ее не только у толки, она очень важна для толки, но мы можем вспомнить, но я не знаю, что, допустим, зов ктулху лавкрафта, где спасителем мира оказывается простой капитан парохода, направивший этот пароход на просыпающего еще ктулху, это маленький эпизод, но очень красноречивый, и обыкновенный просто моряк, выполняющий свой долг перед окружающим, но если мы смотрим на персонажей более поздних, на персонажей 90-х, 2000-х годов, таких, как Гарри Поттер, например, мы видим другую совершенно историю, с Поттером ситуация другая, он избранный, и это его избранничество продиктовано пророчеством и явлено нам с самого начала, буквально, вот Гарри Поттер только появился на страницах романа «Грудный младенцер», и он уже обладает какими-то значенными сверхъестественными качествами, он мальчик, который выжил, он не такой мальчик, как все остальные, это нормальный совершенно мифологический сюжет, по довольно многих мифологических героям мы там с их детства, с младенчества узнаем, что они какие-то необычные, Геракл душит змей, прямо еще в колыбели, Иисус в канонических евангелиях этого нет, но в апокрифических евангелиях детства Иисус воскрешает птиц и так далее, и тому подобное. С Поттером совершенно та же самая история, он не просто избран, он еще и выдающийся в некоторых отношениях, Фродо Бэггинс, ничем не выдающийся персонаж, он просто обычный парень, который идет туда, куда надо идти, а Гарри, как мы теперь обнаруживаем, он еще и на метле летает непровзойденно чудесным образом, и на змейном языке говорит, что, как мы быстро обнаружили, далеко не все совершенно могут делать, ну и естественно у него существует вот эта вот сложная связь с темным лордом, вокруг которой выстраивает довольно большая часть произведения. Такой вот сверхизбранный, обладающий удивительными сверхчеловеческими возможностями, это часто темно. Еще один хороший пример это Нео, который, кстати, что интересно, Нео в Матрице напоминает нам еще одном важном блоке мифологических сюжетов. В отличие от Гарри, в отличие, например, от Тенекена Скайуокера, который тоже уже появился на свет необычным образом, и после этого все время уже ребенком проявляет какие-то удивительные сверхъестественные способности, Нео вроде до взрослого возраста ничего особенного не делает, но сидит там занимается какой-то IT-работой. Но при этом мы, в общем-то, можно понять, что и в реальной мифологии есть такие сюжеты. Всекому русскоязычному человеку знаком в первую очередь сюжет про Илюшу Муромца, богатыря, который 30 лет лежал на печи, да, и только после этого как-то проявил себя. Но мы можем вспомнить, например, сюжет о Будде Шахьемуне, который до почти 30 лет жил в великолепных дворцах и не догадывался ни о чем, ну, как сказать, вот необычном, ни о чем сверхъестественном и не проявлял, исключая маленькие эпизоды в младенчестве, никаких сверхъестественных способностей, а потом вдруг раз, и все повернулось. Нео, конечно, более прямо нас отсылает как раз к Будде, потому что там история разрушения иллюзий, да, потому что и для Нео, и для Будды оказывается общая. Но, тем не менее, сама механика, мифа, она остается в этом смысле совершенно похожей, да, для тех. В любом случае, Гарри принадлежит к этому новому, условно, одновременно очень старому архаичному языческих времен, но одновременно и новому типу избранных. Избранных, которые избраны не потому, что они так сами кшили, а потому, что так сложились обстоятельно, они такими родились, они обладают сверхъестественными способностями, отделяющими их от всех прочих. В конце 90-х, в начале 2000-х годов вообще могло показаться, что вот этот новый тип избранного, родившегося избранным и предначертанного свэша, это такой, как бы, новый базовый мейнстрим. Гарри Поттер, Нео, как раз в конце 90-х, в начале 2000-х начала выходить трилогия приквелов, в которой вот развернулась новая история на кино, Скайуокер и подробно, и в общем, это была такая, действительно казалось, что это совершенно господствующая, большая тема. Ну, в наши дни, в массовой культуре ситуация оказалась чуть более разнообразной, я бы сказал, в первую очередь из-за огромной популяризации кинокомиксов, да, экранизации колоссейческих комиксов, поскольку комиксные герои были нарисованы в очень разные периоды, очень разными авторами изначально, а все-таки, супер, радикально отступать от первоначальных образов авторам киноэкранизации не хочется. Мы среди героев кинокомиксов можем встретить, условно говоря, спасителей очень разного типа. Мы можем встретить там, среди них, и тех, кто стал сверхъестественным таким вот персонажем, вследствие некоторых усилий, которые сам предпринял, вследствие действий, которых он сам достиг, вследствие выбора, которые он совершил. Бэтмен, Железный Человек, до какой-то степени Доктор Стрэндж, вероятно, у него такая большая магическая тема, но тем не менее, в принципе, он может быть причислен до какой-то степени, он учился и научился, они старались, изобрели и прочее, но, правда, в случае Бэтмена и Железного Человека это как-то здорово подкрепляется тем, что они миллионеры и вроде как бы даже наследственные миллионеры, но нам все время там в комиксах, в экранизациях вводят дополнительные сюжеты, показывающие, что эти миллионы им надо было там отстоять собственным волн, да, и все-таки тоже их положение, это результат их интеллекта, их усилия, их стране. Понятно, что ни Бэтмена, ни Железного Человека, ни Доктора Стрэнджа мы не можем назвать простыми ребятами, которые спасают мир, это не Фродо Бэйкин, значит, если ты летаешь в железном костюме в воздухе, ты определенно не простой парень, но тем не менее они как бы стали избранными вследствие своей воли, вследствие своего выбора, а не вследствие некоторого тотального предочертания. Одновременно, конечно же, в кинокомиксах мы можем найти и тех, кто что-то рождается или помимо собственной воли становится таким избранным персонажем, да и поскольку особенно киноэкорминизации комиксов работают, как правило, в поле скорее научной фантастики, ну, она может не очень научная, скорее научная фантастика, чем фэнтези, обычно, не мистика, не некая, эзотерический, философский текст, а фантастический боевичок, да, поскольку они работают больше в сфере этого фантастического боевика, там тема предначертания, пророчества и прочего для них не так характерна, это как бы больше фэнтезийно, чем фантастическая тема естественная, но тем не менее идея, что вот кто-то мог родиться и сразу по факту своего рождения стать сверхъестественным персонажем, она в комиксах вполне себе. Однако иногда мы видим в обществе такие достаточно классические образы миссии спасителя, ну, самый яркий пример здесь это Супермен, опять-таки, чудесный ребенок, неспосланный свыше, с детства проявляющий сверхъестественные способности, обладающий неизмеримо большими способностями, чем все остальные, Супермен вполне, хотя это гораздо более ранний, по периоду создания персонажа, он прекрасно попадает в тот ряд, о котором мы с вами сейчас говорим. избранничество Энакина, Супермена и, конечно же, Гарри Поттера в очень значительной степени сразу, с самого начала отсылает нас, ну, некими непрямыми отсылками, но параллелизмом, да, отсылает нас к образам, связанным с христианством, да, во всех трех случаях и Энакин, и Супермен, и, конечно, Гарри Поттера мы видим необычного, чудесного ребенка, он иногда, ну, в случае Энакина и Супермена это даже более заметно, потому, что в отличие от Гарри они и родились каким-то необычным образом Энакин, там, не поручим, и, значит, буквально, как мы помним, Супермен родился вроде обычного, но сразу прилетел младенцем с другой планеты, для нас такой пришелец-озвезд, тут Гарри, как бы, более обыкновенный персонаж, родился у папы и мамы, которые его любили и так далее. Потом мы видим, что в некоторых случаях они проходят то, что отсылает нас к Вифлеямской резине, да, как бы, некую катастрофу, в которой они чудом выживают. Супермен единственный выживший, ну, может быть, потом по комиксам выяснится, что не совсем единственный, но, как нам, по крайней мере, в базовом мифе о нем представляется, единственный выживший с некой взорвавшейся другой планеты. Гарри Поттер единственный выживший в резине, который учинил Темный Лорд и его сподвижники. Они всех, кого хотели убить, они убивали, но с Гарри у них что-то пошло не так, и он потерял семью, потенциально, там, друзей и так далее, друзей семьи, но он сам чудесным образом замечательно остался выжив, жив, это, как бы, такой тоже сверхъестественный, конечно, примечательный план. Все трое, Энакин и Супермен и Гарри Поттер оказываются в таком сиротском или полусиротском положении, да, и это сиротство может выглядеть немножко по-разному. Все это, все это тоже, конечно, до какой-то степени отсылает нас к истории Иисуса, который, как бы, у него есть мать, да, но он воспитан не своим отцом, потому что он, как бы, он сын Божий, да, а он воспитан Иосифом Оборочником. Иосиф Оборочник это страшно симпатичный персонаж, сугубо положительный в христианской традиции и в этом смысле он больше похож, там, скажем, на него, вернее, больше похож, когда там родители Супермена. Супермен рисуется нам как человек воспитанный, такой хороший, симпатичный, честный, трудолюбивый, протестантский семьей родители, его приемные родители, замечательные, совершенно прекрасные люди. Правда, в целом, в ряде комиксов все равно в конече они все-таки тоже умирают, когда там Супермен дорастает какого-то взрослого возраста, но они дают ему хорошее, честное, приличное американское воспитание. С историей Гарри Поттера все иначе. Почему? Во многом потому, что это не американский английский текст, в английской литературе несчастный сиротка должен как следует настрадаться в детстве, прежде чем он встретит чудаковатых воспитателей и верных друзей, готовых ему помочь. Это отсылка к Оливеру Твисту, это отсылка к Джейн Ир, которая тоже была сироткой, к целому ряду других персонажей. Да и Гарри Поттер страдает, но потом все более-менее начинает в этом смысле наложиться. Энекем Скайокер такой тоже полусирота, у него есть мать, но нет отца, а потом как бы и от матери его тоже забирают. Это все, так сказать, такое вот сиротство, оторванность, отделенность от других, некоторая чуждость героя окружающему миру, это, конечно, достаточно важный набор образов, который, конечно, до определенной степени тоже отсылает нас к христианской традиции. Ну и дальше сюжет создачивается соответствующий. Чудесный ребенок обретает свои силы, формируется, проходит некоторую сепарацию, отделяет от семьи, которая может быть более полной, может быть, менее полной. там Энакин совсем покидает дом и переживает. Из-за этого Гарри, наш главный герой, не совсем покидает дом, он вынужден к дурствам возвращаться все время, но лучше бы совсем, в том смысле, что ему совсем не хочется. Он психологически, эту сепарацию, он проходит очень быстро, как раз, да, понятно. И так далее, там Супермен, как я уже сказал, он только покидает дом и в некоторых случаях теряет каких-то своих родителей. Вот эта вот история о взрослении героя, о протерпевании некоторых испытаний в детстве, переживании некоторых катастроф, потери какой-то части близких. Это не только клише современной массовой культуры, которую мы видим, опять-таки, не только у Супермена, не только у Гави, не только у Энакина, ну, там, допустим, у Спайдермена, который теряет родителей и теряет дядю, да, которого он очень любит и так далее. Но это, в общем, и классический мифологический ход. Он, конечно, сразу вызывает у нас ассоциации в первую очередь с Иисусом. Поскольку, ну, большая часть авторов этих вот больших массовых, масс-культурных произведений, они люди из европейской или из американской культуры, для них эти христианские люди наиболее, конечно, очевидны. Но, в общем, надо сказать, что это отсылает нас, так какому, блок мифологических сюжетов. Я сейчас все время сравниваю всю эту историю с Иисусом, но мы можем вспомнить и Будду, который потерял в детстве мать, а потом во взрослом возрасте ушел из дома и разорвал связи с ним. Мы можем вспомнить Моисей, которого мать вынуждена была полностью в корзинке положить в Нил и отправить в плавни. И это само по себе грандиозно долгая система мифов, восходящая к историям Саргонии древним, к шумерским древним текстам. Мы можем вспомнить Кришну, который в детстве пережил массу проблем, охоту за собой и так далее и тому подобное. И во всех этих случаях в большей или меньшей степени мифологические герои взрослеют, воспитываются другими людьми. Иногда это могут быть даже боги, которые воспитываются другими. Геонис, например, в греческих текстах, которого воспитывает обычно не его отец Зевс и не его мать, а какие-то там люди, нимфы и так далее. В зависимости от конкретного они возрослеют, они набираются сил, они обретают сверхъестественные способности и потихонечку таким вот образом проявляют это свое избранничество. Иногда это главная его миссия оказывается довольно просто. Во всех случаях миссия это спасение. Ну, иногда спасение такое лежащее на поверхности. Вот Супермен, он как бы спаситель, но он такой спаситель в смысле спасателя. Что-то пошло не так, быстро пролетел Супермен, все поправил, если не получилось все поправить радикально, раскрутил планету в обратную сторону, вернул все как было и снова поправил. Все это очень впечатляет. И в образе Супермена есть свои интересные философские повороты, но именно вот функция спасения, она такая в достаточной степени простая, как правило. А вот с Гарри Поттером ситуация окажется гораздо более интересной, потому что в истории Гарри Поттера, как это довольно часто бывает в мифах, как это довольно часто бывает в сказках, что авторских, что народу, сюжетная задача героя и некоторая смысловая, глубинная задача истории, они несколько отходят друг от друга. Сюжетная задача Гарри Поттера как спасителя состоит в некотором политическом акте. Он должен не допустить тиранию, победить тиранию, сохранить нашу свободу, наше счастье, наше нормальное существование. Это не маленькая цель, не то, что это проходное, это очень важное, это очень сложное, это захватывающие цели. И Гарри со своими друзьями постепенно ее осознавает, стремится к ней все семь частей и в конечном счете в седьмой книге достигает успеха и все-таки останавливает эту восходящую тиранию. Здорово, это классный сюжет, он действительно очень важный для современной массовой культуры, но это только часть. Это сюжетная история Гарри Поттера. К этой сюжетной истории, сюжетной победе прилагаются и некоторые дополнительные, более глубокие смыслы. Если мы хоть чуть-чуть начинаем углубляться в некоторые размышления, стоящие за этим, первая мысль, на которую мы сразу наталкиваемся, мысль, не акте какая глубокая, но важная и достаточно интересная состоит, естественно, в том, что победа над злом вовне оказывается для героя невозможна, победа над злом внутри. Ты не можешь победить зло, если ты сам или ты можешь, но тогда ты превратишься как в классических мифах или если угодно как в тексте Льюиса, ты сам превратишься в того дракона, которого ты победил. Если ты хочешь справиться со злом, ты должен разобраться со злом, которое живет внутри себя самого, а это не очень просто. Мир современных таких масс культурных мифов часто достаточно дуалистичен. Есть хорошие, плохие, добрые, злые, и герой, соответственно, должен совершать некоторый выбор, претерпевая некоторые искушения. Иногда он не очень хорошо справляется. Фродо, например, Толкин, не очень хорошо справляется, искушение кольца все-таки слишком сильно действует на него к концу романа. Иногда он совсем не справляется, по крайней мере, на некоторое время. Энакин Скайуокер был нормальным парнем, но попал на темную сторону, побыл много лет на темную сторону, а потом, к счастью, назад все-таки вернулся на светлую в какой-то момент. Да, с Гарри ситуация как бы другая. Гарри проще пройти это искушение, потому что ему как бы никто не делает особенных приглашений перейти на темную сторону. Такие приглашения могут делаться другим персонажем. Иногда в седьмом романе есть эпизод, когда на темный лорд прямым текстом приглашает Нейвела Лангмотова войти в число пожирателей смерти. Ну, естественно, Нейвел отказывается, потому что он хороший парень, но предложение это делать, и оно возможно Нейвел чистокровный волшебник и так далее, тому подобное. Почему бы теоретически почему бы нет? Гарри никто не предлагает. Он такой важный враг для темного лорда, что там, ну, невозможно никакой торг, никакое обсуждение в этом смысле. Однако понятно, что зло не только зло вне, которое притягивает тебя, но и зло внутри тебя. В случае Гарри это зло внутри абсолютно реально, материально, так скажем, в некотором смысле, что в нем живет частица души темного лорда, как мы понимаем, там с самого начала до самого конца практически всей серии. И понятно, что ему, ну, может быть, не нужно ее победить, но ему нужно разобраться в этом зале, скрывающемся в нем самым, понять, что оно из себя представляет. История Гарри Поттера, это еще история подростка, который ищет себя, подростку всегда сложно разобраться в себе, ну, почти всегда, по крайней мере, да, и вот Гарри, он должен это сделать. Если он хочет победить зло, он должен понять, принять, осознать все то, что происходит внутри него, самого, и осознание зла, присутствующего в нем, это очень важная тема. Это то, конечно, к чему постоянно обращаются самые разные религии, рассказывающие нам о том, что главным источником зла, или по крайней мере одним из главных источников зла является зло, грех, несправедливость, жестокость, которые скрываются в нас. В этом смысле история Гарри это такая, ну, достаточно нехитрая, конечно, метафора, но хорошо отражающая учения массы разных религиозных направлений. Впрочем, конечно, очень важно понимать, что падение во чему, как бы падение ко злу, возможно, не только при формальном переходе на другую сторону. Не надо становиться пожирателем смерти, чтобы стать злодеем, да, тебе не обязательно становиться ситхом, чтобы пасть на темную сторону. Ты можешь просто не справиться с некоторыми искушениями. Это, конечно, наиболее рельефно, это видно в текстах Толкина, которые практически все, это действительно очень католические в этом смысле, религиозные тексты, они все очень сильно построены вокруг метафоры искушения. Искушение кольцом, искушение волшебным камнем Аркинстоун, искушение сельмарилями, это все, конечно, в первую очередь истории искушения властью, искушения властью, богатства, умалченностью, всем, что с этим связано, но властью в первую очередь, властью, могуществом, которым ты хочешь обладать, но это обладание может привести тебя к очень дурным последствиям. Для Толкина это очень важно, очень принципиальный момент. В Паттериане он тоже до какой-то степени есть, потому что в большей степени касается взрослых персонажей, это важно, например, Дамблдора, который проходит некоторые, и не всегда хорошо, но пытается пройти некоторые искушения, связанные с некоторой магической, ну не политической, но некоторой мистической властью, или там образ, очень характерный, образ Амбридж, которая, она вроде бы еще даже не на стороне пожирателя смерти, но она уже зло, потому что она вот оказалась как бы искушена этой властью, развращена этой властью. Зато в текстах Роулинг очень хорошо видна тема искушения, которой совсем нет в Толкиновских текстах. И это тема искушения, связанная с романтическими сексуальными переживаниями. Тексты Толкина, как именно тексты Льюиса и его друга, они такие по своему характеру, немножко как бы дофрейдистки. Технически написаны они по большей части не только после того, как Фрейд написал свою работу, но даже после того, как Фрейд уже умер, но тем не менее в них почти совсем нету сексуальной составляющей. Ну это понятно совсем просто в случае Льюиса, у которого часто герои, потому что совсем маленькие дети, их не волнуют эти вопросы. Было бы странно рассказ о четырехлетних детях вставлять какие-то такие вещи, да, странные, очень этичные. У Толкина действуют совершенно взрослые герои, никаких детей нету, там всем героям там самое меньше, там за 30, как правило, да, по ходу текста, а многим там столетия, но тем не менее эта сексуальная тема отсутствует начисто совершенно, и даже романтические, все это где они есть, немножко есть, там Рагорный Равен, там Фарамир и Овен, они тоже подданы в таком ключе средневековых саг, да, красивых, каких-то возвышенных сюжетов. Ну, это во многом, да, из-за влияния средневековой литературы, может быть, и ценности самого Толкина. Рулинг пишет нам текст, во-первых, в гораздо более поздний период, в 92-х тысячных годах, когда тема сексуальности перестала быть культурным табу, во-вторых, она пишет нам текст про подростков, для которых, естественно, романтические сексуальные переживания это важная часть их становления, развития, осмысления самих себя, и она вполне вводит эту тему. И вот, пожалуйста, мы обнаруживаем, что можно быть совершенно порядочным человеком с хорошей стороны, ну, испытывать некоторые темные чувства, пробужденные желаниями, сомнениями и прочим. Там Ронн должен пройти некоторые искушения ревности, Гарри выстраивает свою запутанную романтическую жизнь и обнаруживает, что это может быть чревато, рискованно, что это, как бы, его романтические отношения с одними вызывают, может быть, некоторое недовольство других и так далее. И вообще, некоторый клубок взаимной ревности и взаимных чувств, которые долго, как это бывает, действительно, подростков не проговариваются вслух, да, это вот то, что приводит героев довольно часто к какому-то искушающему их, направляющему их, может быть, даже в какую-то дурную сторону поведения. Ну, в конечном счете, они преодолевают эти дурные искушения, естественно, и оказываются готовы к исполнению каких-то своих больших миссий. Формальная миссия героя в очень многих сказках, легендах, мифах и так далее в совершении форта. Убить дракона, победить Кащая Бессмертного, я не знаю, там, пронести младельные яблочки или яблочки Гесперид, неважно в данном случае, неважно, потому что за этим внешним сюжетным поворотом скрывается другое, очень важное, это не только победа над злом в себе, это победа над самой смертью, или попытка победы над самой смертью. У некоторых мифологических героев получается победить смерть, у Геракла получается победить смерть, у Иисуса, разумеется, получается победить смерть, смертью смертью, по правде, это ключевых составляющих христианского мифа. У Орфея, или у полинезийского Мауи, не получается победить смерть, хотя они предпринимают достаточно серьезные усилия для этого. У короля Артура, героя классических, английских, легенда, не получается победить смерть, но он и не проигрывает ей в полной мере застряв в некотором промежутке. Он как бы не вполне живой и не вполне мертвый. Он ждущий своего часа, обещанный король болова и грядущий. В современной массовой культуре эта тема тоже, естественно, достаточно активна и достаточно часто используется. И мы видим, ну я в видео про Звездные войны я рассказывал, что там эта тема бессмертия и обретения бессмертия, одна из самых главных тем всей серии фильмов. Мы хорошо это видим в истории Матрицах, да, где метафоры смерти и воскресения, очевидно, тоже присутствуют. Даже Супермен в некоторых версиях сюжетов о нем умирает и воскресает. В Патриане эта тема преодоления смерти видна, может быть, больше, чем в любом другом популярном тексте массовой культуры современности. Мы видим это на нескольких уровнях. Сама Роулинг прямо говорила, что ключ к пониманию всего совокупного этого семичастного произведения, это та самая цитата из апостола Павла о том, что последний враг истребится смерть. Мы понимаем, что действительно, оказывается, с самого начала действия событий, даже до начала действия событий, герои эсаптологии, да, семичастного романа начинают свое стремление к разгадке тайны смерти, к победе над смертью, действуют они очень разными способами. С одной стороны, есть Улдеморд, темный лорд, который действительно хочет добиться бессмертия, ну, некими, понятно, мрачными способами, крестражей, все прочее, противоестественным способом сохранить себе жизнь, несмотря на то, что он должен был бы умереть. С другой стороны, у нас есть Дамблдор, который, мы это очень долго не понимаем, только в шестой части, потому что в седьмой части начинаем понимать по-настоящему хорошо, Дамблдор тоже стремится к решению тайны смерти, не для себя, но для других. Он не хочет сам жить вечно, но он хочет вернуть к жизни тех, кого он потерял. И гораздо более симпатичная человеческая мотивация, но тоже приводящая его к некоторым ошибкам, к некоторым неправильным решениям, и в конечном счете, там, заканчивающаяся для него катастрофой. Ну, не только по этой причине, естественно, он погибает, но это тоже некоторые вовлеченные в его смерть составляющие, да, имеющие для нее большое значение. И, наконец, у нас есть третий герой, это сам Гарри, который, собственно, не стремится к решению этой задачи. Вообще, в принципе, для подростка было бы странно к ней стремиться, да, подросток, как правило, еще ощущает себя в достаточной степени бессмертным. Но Гарри немножко необычный подросток, он потерял близких, да, родителей. Для него тема смерти с самого начала более значима может быть, чем она в реальности значима для многих детей, подростков и так далее. Но делается это не в этом. Он понимает, может быть, чуть больше, но, тем не менее, он, в принципе, сам не стремится от победы над смертью, он же не задумывается об этом до поры до времени, однако оказывается, особенно в седьмом томе уже прямо, вовлечен в этот поиск, и именно потому, что он не хочет победить, побеждая, да, в отличие от Дамблдора, в отличие от Темного Лорда, он умирает и воскресает, побеждая смерть. Побеждая каким способом? Ну вот тут-то и кроется ключевая христианская метафора. Он добровольно жертвует собой и таким образом смерть оказывается побеждена. Вот это, собственно говоря, образ умирающего, воскресающего и побеждающего после этого Гарри, который до последних минут призывает Темного Лорда раскаяться, покаяться и не хочет убивать его даже в самый последний момент и даже обнаружив его Темную Частицу Души в самом себе, думает о том, как спасти ее. И Дамблдору много раз приходится объяснить Гарри, что нельзя спасти то, что уже погибло, что уже нельзя помочь. Гарри надеется до самого конца. Вот это все, это настолько очевидно христианские образы, настолько очевидно ну как бы евангельские пересказанные сюжеты, насколько только возможно. Я не думаю, что, собственно говоря, на такой большой массовой культуре последние десятилетия правда было что-то более очевидное, христианское в этом смысле. И удивительно, конечно, в этом смысле и примечательно в этом смысле, что какое-то количество христианских критиков патриарных сумело этого все-таки не заметить. Хотя Роулинг уже, знаете, ну как бы абсолютно без стеснения в седьмом тексте и цитаты из Нового Завета вставил, и уж, дайте, для совсем невнимательного, прямо начала роман эпиграфом из знаменичейшего, ну в России чуть менее известного, но очень хорошо известного на Западе, в Англии, в Америке, замечательного англо-американского квакерского протестантского мыслителя, философа и проповедника Уильяма Пэна. Христианские аллюзии в тексте Роулинг очевидны. Почему в таком случае нету прямых отсылок к христианству? Почему герои не ходят в церковь? Почему герои не молятся? Почему герои не общаются со священниками? Казалось бы, что должна была бы этому воспрепятствовать? Да, но этого не происходит. И да, до какой-то степени это связано вот с теми изменениями эпохи, о которых я говорил в начале своего рассказа, само собой, до какой-то степени это, возможно, связано желанием избежать спойлеров. Роулинг прямо говорила, что она до выхода последнего тома старалась не очень афишировать свои религиозные взгляды, как просто избегая этой темы, во многом потому, что боялась, что если она скажет, что она все-таки достаточно близка к христианству, это может заспойлерить внимательным, догадливым читателям финал истории. Ну, до какой-то степени действительно это могло бы произойти, может быть, маленьким детям. Это бы ничего особенно не заспойлер, он там подросткам, взрослым читателям действительно могло бы до какой-то степени позволить предугадать финал романа. Он и так, в общем-то, предугадывается до какой-то степени, но как бы с упоминанием христианства автор могло бы действительно догадаться стать еще более. До какой-то степени это отсутствие организованной церкви в кадре, так сказать, в пространстве романа связано с критикой властных институций. Для текста Роулинг очень характерно то, что у меня совершенно не характерно для Толкина. Идея, что всякая власть в общем и целом дурна. Толкин отлично знает, что власть развращает, что это может быть опасно, кольцо это очевидная метафора власти, но в то же самое время в рамках системы ценностей средневековых легенд и текстов Толкин вполне предполагает, что власть может быть и хорошей, неспосланный, свыше благословленный высшими силами избранник король, он вполне себе симпатичен. Там Арагорн становится в конце королем Миратой, это хорошая новость, никто не боится, что Арагорн теперь станет злодеем для того, что стал королем. Король Теоден, когда ему не задурманили голову, достойный, порядочный, хороший человек, хотя вполне себе король, при этом обладающий большой властью. Нормально, в средневековых текстах, на которые ориентируется Толкин, король вполне может быть положительным персонажем, как Артур, например. Роулинг пишет совершенно в другом пространстве, в другую эпоху, когда критика власти становится более естественным, более понятным. Роулинг очень концентрируется на идеях, связанных с демократией, свободой. Сложные политические термины не звучат в детском романе, но понятно, что она рассказывает о борьбе за свободу, понятно, что она рассказывает о борьбе против дискриминации разного рода. В общем и целом, понятно, что критика власти в этом смысле вполне осмысленна. В то же самое время, не только Роулинг, но и, например, Лукас в своих «Звездных войнах» показывает нам, что всякая власть ужасна, что коррумпированная республика, что тоталитарная империя, ну, как говорится, хрен редкий и не слащий. Да, абсолютно, как бы они оказываются на одном уровне, по большому счету, там тоталитарная империя похуже, но, тем не менее, тоже и более ранняя республика не ахти как хороша. Радикальные стремления к власти у «Темного лорда» или у Долореса Амбриджа всегда приведет нас к тому, что власть развратит нас и уничтожит нас. Можно быть человеком, связанным с институциями, при этом порядочным, например, отец Рона Уизли, мистера Уизли, он работает на министерстве, но он хороший, человек достойный, честный во всех отношениях, но в целом, вот как бы, ну, и характерно, что он не занимает большой властной должности, он руководит там в этом маленьком третистепенном отделе, да, а те, кто стремится к большой власти, они всегда оказываются плохи. Характерно, что там Дамблдор сознательно прикладывает усилия к тому, чтобы не стать министром магии, хотя ему многократно предлагают эту должность, потому что власть, кажется ему опасной, власть кажется ему развращающей, он сам по себе считает, что его нельзя допускать к власти, потому что это может быть слишком рискованно, да, и мы на такой взгляд, как нормативный, предлагает нам Ронг, причем здесь церковь, при том, что церковь, организованная церковь, это тоже форма властных институций, да, и это тоже форма управления людьми, до какой-то степени, но все-таки тоже форма управления людьми, и в этом смысле появление такой властной положительной институции, пусть даже и церковной, оно было бы не очень местным в Роулинговском тексте. Есть, однако, еще один достаточно важный момент, связанный с тем, что, хотя Гарри очень сильно отсылает нас к христианским образом, одновременно история Патриана рассказывает нам историю самораскрытия и саморазвития. Это нормально. Роулинг, она испытывает воздействие христианства, но она человек современной массовой секулярной культуры, и не только христианство влияет на нее. На нее достаточно сильно, с неизбежностью, может быть даже не сознательно, но тем не менее, влияют и идеи, приходящие из современной религиозы, из того, что называется Нью-Эйджем, в котором тема самораскрытия представляет собой один из самых ключевых мифов. Новые религии, они тоже обладают набором своих мифов, своих сверхъестественных представлений о барах, о телепатии, о контактах с инопланетянами, о мистических видениях и полетах, управляемых сновидениях, и тому подобное, гадания на картах, прочее, прочее, но за всем этим безграничным разнообразием всего от религиозной уфологии до неодруидизма какого-нибудь скрывается некоторый базовый набор общих мифов, один из самых главных, которых предполагает, что мы должны раскрыть собственное скрытое я, собственную скрытую силу, что обретение мудрости, удачи, счастья, мистических способностей связано с тем, как мы совершенствуем самих себя. Это идея, которая, скажем, не очень важна для сюжета о Хрисе. Христу не надо самосовершенствовать, он и так совершенствован, богочеловек, ему не надо становиться лучше и расстинуться. Равным образом Фродо не надо становиться лучше во властелении. Он, конечно, меняется по ходу действия за счет опыта, за счет кольца, который носит за счет общения с людьми, за счет новых вещей, новых людей, которых он видит, которые он узнает, он, конечно, к концу не тот, что был вначале. Это нормально, все это литературный герой должен измениться за произведение, это естественный поворот. Но при этом Фродо не должен быть принципиально лучше, ему не надо заниматься, он вообще не минут, Фродо не занимается самосовершенствием. Самосовершенствование на кольцо тащить, карабруин, самосовершенствование подождет, очевидно, между тем, герои новых мифологий, напротив, постоянно заняты самосовершенствованием в том или ином смысле, они стремятся к большему знанию, они стремятся к большему раскрытию своих способностей, к реализации этих своих способностей. Это делает Энакин Скайуокер в «Звездных войнах», это делает Танк в «Аватаре», известном мультсериале. Конечно, это делает Гарри Поттер. У Гарри Поттера все даже совсем просто в том смысле, что это роман про школу, просто учится, переходит из класса в классы, ну и он растет, естественным образом, мальчик в 16, мальчик в 11, обладает несколько разным набором знаний, умений, интеллектуальных способностей и так далее. Там люди умнее с возрастом, особенно если они учатся в хороших школах, это естественный форт. Но, понимаете, вот эта вот тяга к саморазвечию, это становление, это реализация себя, это идея, которая довольно сильно приходит из Нью-Эйд в нашу массовую культуру и очень хорошо резонирует с нашим массовым опытом. Мы в наши дни очень часто сосредоточены на самораскрытии, саморазвитии, самообучении, вон, лекторов слушаем на Ютубе, и так далее, и тому подобное. И это здорово, это хорошо, это вообще как бы сильная сторона нашей с вами современной культуры, но она приходит к нам из современных массовых религиозных убеждений, из современных массовых психологических представлений. Идея скрытым, я, которую можно реализовать и раскрыть. Патриана, она, да, она включает в себя достаточно большую часть этой идеи. Это самораскрытие. Это еще очень демократичная идея. Неважно, кто ты наставник. Ты можешь быть мальчиком, рабом на другой планете, как Эннаген, Скайокер, ты можешь быть несчастным сиротой, выброшенным бог знает куда, ты можешь быть сироткой, живущей под лестницей в чулане, девочкой из семьи Маглов, мальчиком из семьи, который не на что купит себе новую одежду, но это не помешает тебе стать героем. Мальчик-сиротой под лестницей станет спасителем целой культуры. Девочкой из семьи Маглов станет лучшей волшебницей поколения, мальчик из нищей семьи станет героем, на которого будут равняться. Это очень хорошо, очень ярко видно на примере Невела Лонгботома, еще одного как бы второстепенного, но очень важного героя Патриана, вот этого как бы мессии Бис, запасного мессии, который стартует как несчастный и забитый мальчик, который, как нам кажется, на первый взгляд не способен абсолютно ни на что, но к концу это человек, который одним ударом меча отрубает голову на Гайне, на Гайне, конечно, отсылает нас к кипринговским текстам, но одновременно она отсылает нас ко всему мифологическому набору змеев, и герой побеждающий змеи это один из самых центральных, самых важных сюжетов индоевропейских мифологий, и вот, пожалуйста, Невел Лонгботом оказывается этим героем побеждающим змея. раскрытие себя, реализация себя становится центральной частью новых мифологий, что очень важно, описывается не как движение к конечному результату, а как процесс. Это очень отвечает, опять-таки, нашему современному опыту, когда учимся чему-то, мы сплошь и рядом учимся не для того, чтобы достигнуть финальной цели, мы учимся ради процесса изменения самих себя, и в этом смысле роулинговский текст испытывает влияние не только Нью-Эйджа, не только христианства, но и новых, например, гуманистических, часто светских, абсолютно даже атеистических, философских подходов, когда мы говорим себе, что выбор, который мы совершаем каждый день, важнее некой условной глобальной цели, к которой мы как будто бы стремимся, когда мы говорим себе, что самореализация, самораскрытие, существование ежедневное наше важнее, чем некая глобальная цель или некоторая сущность, которой мы обладаем как бы в принципе мы делаем выбор в экзистенциальном ключе. Это то, о чем пишет Сартфер, это то, о чем пишет Кавю, это выбор и предпочтение экзистенциализма, эссенциализма. Я не имею в виду абсолютно, что роулинг там прямо ссылается на Сартфер. Конечно, нет, это пишет детские романы, это было бы совершенно неуместно, но она испытывает влияние и современного религиозного нового опыта, и современной гуманистической, этической, светской философии, и христианства, разумеется, тоже объединяем все это в едином. Миф о смерти и воскресении один из главных христианских сюжетов. Миф о самореализации и раскрытии собственного я один из главных сюжетов нью-эйджа современной массовой психологии. История о борьбе за свободу, за райвенство, неважно, там, волшебник-то или магл, да, черный или белый, за собственные права против тирании один из главных сюжетов современного политического общественного существования. История, о выборах, которые определяют нас и делают нас теми, кем мы есть, один из очень важных сюжетов современной гуманистической этики. Сочетание всех этих сюжетов в одном макротексте Патрианы уже должно было сделать этот текст главным текстом поколения при исполнении еще одного маленького, но очень важного условия. все это в совокупности могло бы оказаться чудовищно скучной философской чушью, если бы не было очень интересно написано. Но, к счастью, оно было очень интересно написано. Редактор субтитров А.Семкин